Музыка Музыка Кто такие помытые сидят? Кто такие сладкие помытые? Музыка Я вас приветствую Наконец-таки дело дошло до Шторины на кухню Покупала в Леруа за 1175, по-моему Такой вот у нее размер 280, но это многовато, конечно Надо либо смириться с тем, что она будет волочиться, либо подшить Я подумаю, как лучше Сейчас буду мерить И вот кашпо для плюща Потому что предыдущее кашпо было каким-то маленьким плющу Некомфортно Надо, чтобы по жизни было комфортно Правильно? Правильно Кстати, лайфхак, которому меня научили в шторном магазине Это просто верх логики Но я не знаю, почему до работы там я об этом не думала Я раньше почему-то шторы вешала Когда вот эти вот все штучки Вот эти вот все штучки, да, крючочки Они были на карнизе И, соответственно, я там что-то корячилась, тянулась И уже на них вешала штору Ты просто штору снимаешь Просто вот, ну, цепляешь Цепляешь сразу, что тебе нужно А потом уже вот это впихиваешь Единой конструкции в карниз И все, и все, Карл Ну, кстати, клево сделано Смотрите, здесь можно штору и на трубу повесить Если у кого-то труба Ну и на вот эти крючки Блин, вообще, по-моему, мега универсально Очень круто Мега универсально Мега универсально Мега универсально Мега универсально Мега универсально Субтитры создавал DimaTorzok 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 Такая вот штука А еще у Китфорта есть магнитики А что смотришь? Иди убирайся Кажется, кто-то выясняет, кто будет первый пользоваться пароотпаривателем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня какой-то, знаете, такой насыщенно творческий выходной. Я сегодня была на мастер-классе по глине, не по полимерке, по обычной глине лепила тыкву. Заберу ее через неделю, попытаюсь сюда же в это видео вставить, покажу, что получилось. Там же будет мастер-класс по живописи акрилом, по хэллоуинской тематике. Так что это видео, я думаю, будет такое все. А хэллоуинская осенняя, домашние уютные вайбы. Заказала себе набор для вышивания, потому что очень пригорела от Dimensions. Вот такая вот сезонность. Ну, потому что петель, потому что сезонность, потому что это все очень важно. И я охренела от того, что теперь печатается все это на конве. А как же вайп страдания, а как же вот это вот все, типа, не вот это вот все, вот что-то другое. Типа, сам разметь, сам ошибись, сам прострадай. Вот это где? А если я хочу, а что мне теперь делать? Ниточки. Такие вот ниточки, прям длинные. Они, конечно, не сравнятся с теми нитками, которые были в каких-то там школьных детских наборах, потому что здесь прям длина приличная. Инструкции. Ни одного слова по-русски. Игла. И белые нитки прям отдельно. Ну да, тебе-то больше всех надо, да? Отдай. Отдай маленькое создание. Сегодня так называемый Самайн Хэллоуин уже 31 октября. Да, да, это вложек такой, знаете ли, не сразу, не сразу снятый. У меня тут мышки. Всякая Хогвартс тематика висит. Вот, для создания антуража. И горлянда, кстати, из фикс-прайса. Такая универсальная новогодняя. И сегодня была на мастер-классе в нашей местной студии, где рисовала вот такую совушку. Это акрил. Тоненький холст. Ну, она мне нравится. Я ей довольна. Тыквы я тут довольна вообще просто вот до самого высокого уровня удовлетворенности. Прям от тыквы на этой работе кайфую. Первый раз, кстати, держала акрил. Вот, знаете, без, ну, как вот картины по номерам, когда у тебя типа просто все уже готово. Вот просто белый холст. Вот я, кисти, акрил прям, мы сработались. У нас что-то получилось. И еще была на той неделе на мастер-классе по вот такой вот тыковке. Это глина, керамика. Вот, когда делают всякие там тарелки, кружки, да, вот эти все хендмейт-мастера в инстаграмчике. Вот это все из этого же материала. Интересно было его пощупать, интересно было с ним поработать. Очень отличается от полимерки и очень отличается от самой обычной глины. Ну, как, можно сказать, не совсем прям кардинально, но разница ощутима. И, конечно, два часа на одно даже вот такое изделие недостаточно для того, чтобы проработать его на тот идеальный уровень, на который бы хотелось. И, кстати, я думала, что краски при обжиге как-то поменяют цвет, но нет, они не поменяли цвет. Я хотела, чтобы она была более насыщенная. Ну, да ладно. Это задумывалось как подсвечник для свечи таблетки, чтобы сверху поставить. Но можно и просто как декор. Вот так вот она изнутри, кстати, выглядит. Белая глина со шляпочкой. И даже если вы что-то тут накорябаете, в принципе, это будет видно даже под огромным толстым слоем краски. Вот так вот. Ко мне приехал сет, который называется ТикТок. Это же мои, конечно же, любимые. Хигаси. Стоит он 1249 рублей. Здесь 1 килограмм 650 грамм. И 56 кусочков. Так, давайте посмотрим, что же сюда входит. Сюда входит запеченный ролл. Так, а где он у нас может быть? Он входит вот сюда. Запеченный ролл груша-сыр с плесенью, сливочный сыр, груша, икра-массага оранжевая, фирменный сырный соус с сыром и плесенью. Вот такая вот красота. Так что, кто любит дор-блю этот сет для вас. Я, кстати, пробовала какой-то ролл с грушей, у них очень круто было. Гурме, ролл сливочный сыр, кунжутные семечки. Ага, это кажется, вот эта штука. Кунжутные семечки, тигровая креветка в панировочных сухарях, лосось в панировочных сухарях. Вот эта красота у нас. Это оно. Также сливочная креветка и сливочный краб. Вот эти малыши. Обожаю этих малышей на один укус. Просто бесконечная какая-то вкуснятина. Так, темпура с угрюм. Достаточно большая. У них появилась не так давно маленькая темпура. А это вот еще большая темпура. Сливочный сыр, копченый уголь, огурец. И два самых интересных ролла, которые тут есть. Это Филадельфия, оньон, сливочный сыр, огурец, лосось, зеленый, лептый, майонез. С вот такими вот, видите, штучками сверху. И так как в ТикТоке очень популярна была в свое время песня «Ягода малинка», посвященная ТикТоку же, есть вот такой красивейший ролл, который так и называется «Ягода малинка». Нежное филе цыпленка, майонез, салат, икра массага, черное, сливочный сыр, ароматная малина. Малина действительно ароматная. Так что вот такая вот красота у Хигаси есть. Малина огромная просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!